В Латвии есть взрослые мастера тайского бокса, которые могли бы выступать на таком уровне, как в чемпионат мира, или их просто нет? У нас, к сожалению, ушла плеяда спортсменов. Это Артём Мирунцев, который выступал. Начинаем выступать с 2006 года. Это первый наш чемпионат мира в Тайване, в Бангкоке в декабре месяце. И, к сожалению, тогда был участник Завуд Жалатов, и был Сергей Журавлев из города Лепы. К сожалению, они не прошли дальше первого круга. Ну, уровень, потому что высочайший. Да, и это опять-таки надо было понять, что это была наша первая попытка попробовать себя в этой версии. Но мы чуть-чуть опоздали с тайским боксом, потому что в 2006 году уже ИФМА сформировала вокруг себя самый сильный состав, который только возможен. Опять, это было написано в статье, но я хочу просто поговорить имена спортсменов, которые участвовали в 2006 году в ИФМА в любительском соревновании. Можем назвать, допустим, Устинов Саша. Профессиональный боксер. И дальше мы уже поехали. Левин, Вахитов, Кулебин, Гурков, Забит Самедов, Чингис Авазов, Цотна Роглава, который сейчас перешел в бокс. То есть это вот Тишенко, Артур Тишенко. Достаточно раскрученное имя. Вот это все любительская зона. Но понятно, что пробиться в 2006 году хотя бы в тройку, то есть понимая, что ты уже в четвертый финале, так или иначе попадаешь на одного из сильнейших спортсменов, и просочиться туда, это очень большая задача. Это было очень тяжело. Поэтому наши ребята, что смогли, то сделали. Тут никакой вины их нет. То, скорее всего, попытка понять этот вид спорта. Вот 2006 год, это был старт нашей Федерации. Но Федерация тоже за это время переживала разные периоды. Сейчас она официально признана, все в порядке, да, Саша? Конечно. То есть мы являемся членами лицензии Министерства Латвии Спорта Федерации. Латвийская Федерация, да. Да, то есть, соответственно, мы подаем все отчеты. У нас есть функция управления тревином спорта. Но это лишь только номинальное обозначение. Потому что, если, например, у нас период с 2006 по 2019 взять, когда у нас была медаль в 2009 году, Артем Миронцев бронзу взял. А вот этот период с 2009 по 2019 у нас прошел ватый чемпионат Европы. Значит, ежегодное участие в чемпионатах мира в Кубках Европы. Значит, поездки, значит, организации ежегодных своих соревнований международных. То есть эта вся работа делалась только лишь, может быть, для того, чтобы в 2019 году на подготовленную и созданную почву и имидж тайского бокса пришли новые интересные спортсмены. И, может быть, сейчас наступит тот момент, когда вот та работа 10 лет, 13 лет, которая была сделана, может быть, это является удобрением того и для тех, кто сейчас на счет выступает в тайском боксе. Так, Стас, еще пару вопросов. Помимо спорта и учебы, чем еще увлекаешься вообще? Что интересует жизни? Еще я и Макс увлекаемся брейк-дансом. Брейк-данс? Танцевать любите, да? Но вы занимаетесь или так, как любители просто? Любители. Любители? Дома тогда? Пока в секции не ходите, да? Не, мы ходим в секции. Тоже, да? Да. То есть у вас есть время, чтобы еще и танцевать даже. Но это здорово, да? Это тоже ваш личный выбор или тоже родители посоветовали? Родители посоветовали. Но мне кажется, что брейк-данс и тайский бокс очень много общего, нет? Движения можно там какие-то выучить, нет? Мне так кажется. Это моя догадка. Но вы приемы брейк-данса не применяете в тайском боксе, нет? Нет. А наоборот, приемы тайского бокса в брейк-дансе, может, там какие-то стойки там и что-то еще. Иногда, да? Да. А что больше нравится, брейк-данс или тайский бокс? Тайский бокс. Тайский бокс. Вообще без вопросов, да? Молодцы. Ну и брейк-данс тоже мне нравится. Отлично. Ну и тайский бокс. Хорошо. Весовая категория у тебя какая, Марс? 32. А у тебя, Стас? У меня 34 килограмма. Чуть старше, да? Да. Выше, тяжелее. Понятно. Сколько раз подтягиваемся? В 8 раз. Ну а 100 должны подтянуться, нет? Нет, мы мало подтягиваемся вообще, в 8 раз. А в тренажерный зал ходите? Да. У нас в зале есть брусья и в тренажерный зал тоже. То есть физику тоже подтягиваете, как положено. Да. Что девочки говорят? Да, в классе страшненькие какие-то. Так, да ладно, ладно. Надеюсь, ваша одноклассница вас не слушает. Ну, надеюсь. Так, главное же душа, чтобы была у человека. Да, да. Ну что же, да? Смотрите. Жаль, красота. Правильно, правильно. Ну, в любом случае, да. Но я скажу так, хочу вам пожелать, чтобы у вас все было хорошо в жизни, чтобы занимались тайским боксом и учились хорошо. Это все-таки залог успеха. Мне кажется, что все-таки нужно обладать знаниями, чтобы в дальнейшей жизни все складывалось хорошо. Василий, на самом деле мы уже поговорили о том, что ждет наших ребят в ближайшем будущем, но, тем не менее, какую перспективу вообще есть смысл развивать тайский бокс в Латвии в том плане, что нужно к чему-то прийти там, чтобы к профессионалам вырасти каких-то, да, чтобы вот они, как Майрис Бредис, прославляли Латвию. В тайском боксе такой вариант возможен вообще, теоретически хотя бы? Возможно. Узнает всю эту конкуренцию и то финансирование, которое у нас практически нет. Возможно. Это возможно, потому что, во-первых, мы все-таки при всех, скажем так, при всех раскладах мы живем в этой стране, и мы должны понимать, что, скажем, любое наше выступление – это узнаваемость нашей страны, это, скажем так, называемая мягкая дипломатия. Поэтому в этой мягкой дипломатии мы сейчас преуспеваем, то есть Латвию узнают, понимают, где находятся, то есть к нам приезжают спортсмены, и мы можем Латвию показать свою лучшую страну. Я считаю, что это является, скажем так, вопросом, наверное, воспитания, отчасти воспитания, внутреннего воспитания людей, которые живут в этой стране. По поводу профессионального спорта, они могут в дальнейшем… Да, это все-таки заработок. Не надо, что на сегодняшний день хорошие спортсмены, допустим, если мы говорим о турнирах Гори, это вот как Артем Махитов, это 100 тысяч долларов, это нормальная, скажем, ценовая зона, куда можно попасть. Правда, попасть туда можно, только лишь очень долго трудиться и работать. Конечно, без этого никуда. Там вот это вот нахрапом, это не получится. Но что они дальше выбивают, неизвестно. То есть, может, ну, действительно жизнь покажет, может быть, удастся совместить обучение и спорт. Но есть такая, скажем, тенденция, традиция, имперед, все брать белорусов и брать россиян, они очень долго в спорте сидят. Имперед, там спортсмены уже по 30 лет, ведущим спортсменам. Наши спортсмены, к сожалению, где-то останутся на области 24-25. И все, заканчивается. Потому что там уже берет свою жизнь, работа, определенное бремя социальных каких-то обязанностей, семья, и там уже может все поменяться. Если, конечно, родители позволяют, родители свои возможности, то, конечно, долгожителями можем стать. Тем более, у нас недавно прошла, опять-таки, мы знаем, как готовить спортсменов, как подготовить их физически к кондиции, учитывая, что мы сегодня работаем с лабораторией научной адаптологии профессора Силуянова. У нас есть методики, у нас есть программы, по которым мы очень хорошо отрабатываем. И у нас есть на сегодняшний день еще заказы уже от более серьезных спортсменов на их подготовку. И это доказывает о том, что спортсменов, спортсмен, например, в тяжелой весовой категории, это мы можем держать до 30 лет, в хорошей кондиции, без всяких срывов. Поэтому тут у ребят все карты на руках, у нас есть опыт, у них есть желание, у родителей есть возможности, и теперь мы можем только двигаться вперед. Ну что ж, большое спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Напомню, что сегодня мы говорили о тайском боксе в Латвии, о великолепном выступлении, дебютном нашей команды на чемпионате мира в Турецкой Антарии. Я хотел бы просто напомнить их ребят. Это Стас Прокофьев, Максим Прокофьев, Арсений Николаев и Марат Янковский. Да, и Василий Флейшер, глава Лавицкой Федерации Муайтай был сегодня вместе с нами. Еще раз большое спасибо. Ну что ж, успехов, Стас, Макс, успехов вам. Спасибо, спасибо. Так держать, как говорится. Ну, с вами в студии был Владимир Иванов. Встречаемся на пятой дорожке через неделю. Всего доброго. Пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok